Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Виталий Малышев и Юлиана Богомолова отметили месяц отношений. Виталий признался девушке в любви. Ты моя вторая половинка, я тебя люблю. Ты у меня самая потрясающая девушка на этой планете. Валерию Блеминкранцу предстоит целый месяц ходить с гипсом. Я получил производственную травму, пишет он. У меня трещина у основания безымянного пальца. Но к рождению ребенка все заживет. Лилия Четрару уверена, что Сергею Захаряшу не стоит делать пластическую операцию по коррекции ушей. У него прекрасная внешность, пишет она. Я его люблю таким, какой он есть. Он прекрасен. Юлия Ефременкова ответила подписчикам, которые обвиняют ее в том, что она не умеет дружить. Это шакалам всегда нужна стая, пишет она. А лев и львица могут охотиться по одиночке. Я не нуждаюсь в массовке и дружить группами против кого-то никогда не буду. Олеся Лисовская страдает из-за измены Вальтера Соломенцева. Как вы помните, после приезда на остров Любви, он на второй день переспал с Лизой Триандафилидей и заселился с ней в домик. По слухам, Олеся уже летит на остров, а Лизу, по слухам, отправили на поляну. Лиза Полыгалова и ее бывший молодой человек Ваня Барзиков, с которым она окончательно рассталась, летят в Таиланд. О своем желании отдохнуть в одном и том же месте они сообщили с разницей в несколько дней. Кстати, на проекте появилась еще одна бывшая Барзикова Мария Бухун. Она держит интригу и не спешит объяснять, что привело ее на проект. Как вы помните, недавно Алиана Устиненко рассказала о своем разрыве с Сашей Гобозовым. Она публиковала фотографии из Греции, куда поехала отдыхать без мужа с подругой. В комментариях в беседе со своими подписчиками она особо подчеркнула, что с Сашей они давно не вместе. Мама же Саша Ольга Васильевна утверждает, что Алиана и Саша даже и не думали расставаться. Они даже хотели полететь в Грецию вместе, но помешало отсутствие визы у маленького Роберта. Так что, по словам Ольги Васильевны, в семействе Гобозовых царит мир и гармония. Курбан Амаров и Ксения Бородина лишь недавно стали показывать фанатам лицо младшей дочери. Курбан в очередной раз выложил в сеть строгательное фото Тионы. В сети ходят слухи о том, что Бородина снова беременна. Так на последнем снимке, когда ведущая пришла в красном вечернем платье, многие разглядели животик. А если верить информатору, который пожелал остаться неизвестным, у Ксении идет 16-я неделя беременности. А рожать ей предстоит уже в начале ноября. На вручении музыкальной премии телеканала РУ-ТВ присутствовала и Алена Водонаева. Некоторые даже не могли узнать ее в этом образе. Алена выглядела намного старше своих лет. Женя Афеофилактова любит пускать пыль в глаза и хвастаться богатой жизнью. Но ее соседи по дому утверждают, что она на самом деле не так богата, как хочет казаться. Женя периодически ставит свою машину на газон у дома. Нормальная стоянка у дома стоит всего 4000 рублей в месяц. Но, видимо, она не может себе позволить платить эту сумму. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.